В шестом часу утра в Алмалинском районе Алматы неизвестные проникли в офис нотариуса, расположенного по улице Байзакова. Злоумышленников заприметил житель одной из квартир этого же дома и сообщил о подозрительных людях в полицию. Он вышел, он вот сюда спускается, он идет к его открытию, что-то коротко. Я говорю, я что-то тут делаю, что у него так кинуть на меня. Судя по всему, случайный свидетель нарушил преступные планы воров. Опасаясь быть задержанными, они побросали награбленное имущество и скрылись с места преступления. Фигуранты были уверены, что в сейфе хранилась наличность. Правда, к их горькому сожалению, его содержимое ограничилось лишь официальной документацией. На месте преступления была обнаружена автомашина предполагаемых преступников. С ее помощью отыскать злоумышленников не составит особого труда. Заверили в полиции. Автомашина марки «Ауди», принадлежащая частному извозчику, была угнана в Ауизовском районе Алматы в половине седьмого утра. Таксист утверждает, что припарковал свою машину на углу улиц Алтенсалина и Куанжбаева. Отвлёкся на разговор с коллегами. В результате неизвестный сел в открытый авто и угнал его. В полицию сообщение об угоне поступило сразу же. Одновременно несколько экипажей дорожно-патрульной полиции приступили к поиску машины. Взяв заявитель на борт, информация подтвердилась об угоне. По прочёске по улице Алтенсалина, не даясь за улицы Шаляпина, данная машина была нами замечена. После чего была остановлена, имеется задержанная. В данный момент ожидаем группу. Мужчина, сидевший за рулём чужой «Ауди», был не трезв. Он был лишь в состоянии объяснить, как оказался в посторонней машине и с какой целью угнал её. Ну я отдыхал сам по себе, меня попросили перегнать машину и всё. Я сам без прав, без документов. Мне сказали, перегони, ничего не будет. Уже известно, что в полиции по факту неправомерного завладения чужим транспортным средством возбуждено уголовное дело. Все участники инцидента дают показания. На проспекте Аль-Фараби водитель автомашины «Тойота Камри», не заметив стоявшую в правой крайней полосе снегоуборочную машину, въехал в неё. «Тойота Камри-Братишка, который за рулем был, ехал со стороны Северного кольца, в сторону Ленина. Камаз, стоящий, прямо на передвижном, стоящий здесь, так и стоял. Здесь знак запрещен на стоянку, записи на видео есть. Вот Камаз, она стояла, машина, тем более солнце светило прямо на глазах. Не видел, как удар вообще неожиданно, даже с него торможения не было, потому что машина только тут стояла. А он стоял без аварийки, без ничего, там на видео всё есть». Водители на марке и его пассажирка с травмами были доставлены в одну из ближайших больниц города. Между тем, водитель большой груза утверждает, что его машина всё время находилась в движении, поэтому и не было необходимости включать сигнал аварийной остановки. К выяснению точных обстоятельств дорожно-транспортного происшествия уже приступили полицейские Алматы. Хозяйственные постройки и гараж горели минувшей ночью в Алматы. Каркасно-камышитовые строения, охваченные огнём, расположены в жилом массиве 70-го разъезда, что в Турксибском районе города. По данным местных жителей, в сарае и гараже хранились бочки с маслами, а также газовый баллон. Благо, взрывоопасные и легковоспламеняющие средства не помешали огнеборцам бороться со стихией и не усложнили их работу. Всего же пожар, распространённый на 120 квадратных метрах, был ликвидирован и полностью локализован четырьмя расчётами противопожарной службы города. Жертв и пострадавших нет. Бездомные юноши подозреваются в совершении серии краж из чужих автомобилей. По крайней мере, минувшей ночью им удалось обворовать сразу три машины, припаркованные во дворах домов в квадрате улиц Росбакиева, Тулеби, Гагарина, Хараса и Батыра. О подозрительных мужчинах на стоянке на пульт 102 сообщили местные жители. Патрульный экипаж «Буран-1» по горячим следам задержал одного из подозреваемых. Безопределённого места жительства и обнаружили видеорегистратор в кармане. Дальнейшие разбирательства доставляем алмалининский роб. Краденые вещи, законно запрещающие предметы. Уважаемые. Краденые вещи. А? Краденые вещи. Где? В каком кармане? А? В правом. В правом кармане чего? Штанал. Штанал, да? А что такое? А? Видеорегистратор, да? Тем временем задержанный сообщил, что в прошлом он воспитанник детского дома, а ныне бездомный. Факт кражи чужого имущества молодой человек признал сразу же. Да, я ворую. Живу. Проживаю так. Живаю. Откровения бездомного юноши приняты полицейскими к сведению и станут небеспочвенным основанием проверки его личности на причастность к другим аналогичным преступлениям. Ведутся поиски второго участника криминального действия. Сегодня ночью на улице Жарокова, севернее Жамбыло, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомашин. В Деонексии в момент столкновения находились трое человек. Ее водитель – частный таксист. С пассажирами в салоне он спускался в северном направлении. Он просто ехал и тупо развернуться решил отсюда. А мы где-то за 60 ехали. Он не заметил. Он не заметил нас просто. Он просто тоже водитель не ожидал, что разворачивали. Он, по-моему, на разворот туда вышел. А он стоял? Стоял. Здесь стоял. А, просто стоял и просто начал разворачивать. Между тем, водитель «Лады» был зажат в собственном автомобиле. Позже с переломами нижних конечностей его срочно госпитализировали. По данным Центра оперативного управления Департамента внутренних дел Алматы, за минувшие сутки в городе были зарегистрированы 134 преступления и происшествия. 65 из них раскрыты по горячим следам. В том числе два изнасилования, три грабежа, 88 краж чужого имущества, 22 хулиганства, зарегистрированы 11 дорожно-транспортных происшествий, 12 человек травмированы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok